коллекционеры всем большой привет сегодня у нас с вами будет на разборе вот такая консоль super nintendo entertainment system пол регион она грязная мне надо помыть так в целом состояние хороший без пожелтений но тряпочкой с щеточками с мылом надо по ней пройтись она будет как новенькая в принципе проблем у нее никаких нет пломбы вот со слоном тут ну то есть консоль продавалась на нашем рынке и тем не менее привезена из фрг вот так чтобы нам ее разобрать нам понадобятся вот такие вот переходнички соответственно по-другому никак не разобрать вообще компания nintendo она очень интересная блок питания там одна отвертка нужно соответственно на консоль нужна другая отвертка на картридже нужно 3 отвертка в общем целый геморрой блин с этой компании нужно целый арсенал иметь также мы с вами сегодня посмотрим по основным нюансам которые собственно говоря возникают при поломках этой консоли да и наверное 80 процентов всех консолей которые бывают у лицензионных поломки но я все не расскажу болты соответственно снял вот такие вот они вот блок ребят питания которыми я говорил не знаю видно вам не видно но в общем там такие штыри у меня до сих пор никакого девайса который откручивал бы вот эти темы до сих пор нет скорее всего пассатижи наверное узкие нужны чтобы эту тему открутить ну ладно болты сняты давайте первое вскрыть эту консоль с 90-х годов никто не вскрывал вот так она у нас выглядит верхний кожух ну кстати нормально сохранился так были немного ржавчины нет еще здорово здесь у нас порта отдельно идет с джойстиками до который идет платье так у нас снимается при желании так давайте сразу прежде чем но дальше будем смотреть и разбирать посмотрим по нюансам которые могут быть да почему у вас консоль может не включаться там не работать первый нюанс да это вот консоль соответственно собрана включаем кнопку питания о кстати видели мигнула это старый заряд еще остался ну так вот включили кнопку питание у нас не горит да что это может означать ребят вот в 90 процентов случаев не горит кнопка из-за того что у вас полетел предохранитель где у нас предохранитель давайте посмотрим предохранитель у нашей супер нинтендо находится вот тут вот он вот он тут такой маленький выпаиваете его ставите новый там в любом магазине он продается не прям вот такой обычный можно поставить вот и ваш консоль опять будет работать второй нюанс который у вас может произойти с лицензионной консолью это как смотрите опять же давайте все включаем консоль кнопочку у нас горит все прекрасно картридж у нас картридж у нас ставлен соответственно внутрь все изображение нет тела там 95 процентов вот с вот этим портом либо порт необходимо почистить как вы чистить я в одном из своих видео говорил вот по реставрации по моему консоли если не изменяет память вот второй нюанс который может быть это сам картридж грязный его тоже надо почистить все если это сделаете у вас изображение появится что хочется сказать именно по вот этой супер нинтендо вот по данному конкретному экземпляру я открывал наверно штуки 34 в своей жизни супер фомиком никогда только пол региона вот могу сказать что на ранних версиях вот здесь стояла отдельная звуковая плата от компании sony она вот так вот прям берешь руками хоп и снималась такой большой набалдажник здесь и обратите внимание нету то есть это более поздняя версия консоли насчет там звука или других нюансов я даже не знаю лучше она или хуже не тестировал такой вот интересный нюанс который для меня стал тоже неожиданностью раньше я об этом не знал так ну ладно сейчас вот эти вот болтики открутим все чтобы можно было снять плату ну и корпус потом помыть вот этот вот шлейф он так вот занимается он тут все просто тоже можно эти парты почистить отдельно здесь у нас еще включение выключение штуковина для выброса картриджа эти плата снята защиты никакой дополнительно нет как это обычно бывает на других лицензионных консолях от компании nintendo обороте у нас в принципе вот этот порт расширения для чего он нужен честно говоря даже никогда не вникал вот так у нас тут все красиво принципе достаточно все скромненько и но ничего такого скажем так выдающего здесь нет вот так выглядит наша плата с тыльной стороны вот эта защита тоже снимается и мы видим модельку платы скорее всего у нас на плате здесь написано 92 год был 02 давайте еще раз посмотрим на наш предохранитель вот он слева здесь маркировочка даже есть в принципе основные поломки я вам рассказал ничего сложного в первоначальном ремонте игровых консолей лицензионных нет каша не платите лишние деньги ремонтируйте сами кстати мне всегда интересовал такой момент как вот вот эта вот штука смотрите здесь такой вот болтик и он not на playstation 3 у блин на playstation 1 и playstation 2 вот эта штука она регулирует лазер чё она здесь регулирует не непонятно ребят если вы знаете что это такое напишите мне очень интересно в комментариях не удержался я решил все-таки защиту снять про нихера не снимается блять почему-то смотрите кстати ребят то чтобы защиту снять здесь еще сбоку такой болтик аккуратно предохранитель он здесь держится если дернуть можно оторвать вот поэтому этот болтик откручиваем и только тогда вот эту верхнюю защиту снимаем защита теперь снялась ну вот такая вот красотища нет интересен чип sony вот он вот он наш красавец который отвечает за звук да других чипов от sony здесь я не вижу значит это у нас звуковой чип и да давайте еще залезем с вами в контроллер он тоже грязный его надо будет почистить кнопки плохо нажимается но это стандартная тема в консоль это играли уже очень давным давно когда-то да вот посмотрим что в оригинальном джойстике тоже что там интересного вот этот вот характерный хруста которую я вам раньше рассказывал означающий что никто не в девайс на вас не залезал завода слушайте вот такое слышали еще разочек вот если услышали такое все девайс девственный у нас оборотная сторона но вот то что у нас здесь внутри здесь вот такие плечи аккуратненько с вот этими штуками металлическими они могут довольно легко потеряться но вот остальном здесь принц все стандартно так вот провод вынимаем вот она наша плата вот так она у нас выглядит маркировка фирменная и тоже кстати митсуми здесь все стандартно и грязно все это надо будет спиртом протереть и помыть ну вот ребят наш приставочка корпус сейчас подсохнет я его соберу и попробуем его протестировать так вот видите она отмылась прекрасно никакой черноты если консоль у вас не пожелтевшие пластику компании нинтендо в ее консоли замечательным просто помыли с мылом у вас консоли опять как новая далее 2 жизнь не ребят подключать все не буду что-то у меня вдруг оказалось что провода нет так что всем до новых встреч надеюсь видео понравилось удачи